Привет всем выжившим! И сегодня у нас будет достаточно странная игра для обзора, в первую очередь потому что она вышла в 2011 году. И хоть сама игра не стояла на месте, постоянно дорабатывалась, ее постоянно дополняли разработчики новыми дополнениями, которые даже выходят и по сей день. Что довольно странно, ведь игра вышла, опять же, я повторюсь, в 2011 году. И как бы мне не хотелось становиться одним из тех, кто говорит что-то вроде «Раньше было лучше», но ведь и вправду многие старые игры, они готовы дать фору современным. И возможно для некоторых Two Worlds станет именно такой игрой. Ведь на фоне РПГ, которая уходит в последнее время, Два Мира вполне способен похвастаться приятной графикой, довольно приятной и живой анимацией тел во время диалогов, ну и конечно же боевка, она здесь довольно неплохая. Ну это для индика... идентикации... Идин... идинфинти... Индинфинти... Индикан... Ну короче ты понял. Знаете, хотелось бы конечно признаться, что я прошел все части райзен. И как мне кажется, прошел я как раз таки из-за наличия довольно приятной озвучки. Если бы не озвучка, я не думаю, что я прошел бы все три части полностью. И раз мы с вами упомянули боевку, то здесь о ней стоит сказать отдельно. Ведь не так много игр, где стрельба из лука, магия такая же интересная как тут. У каждого лука своя дальность и скорость стрельбы, а у каждого колчана своя скорость полета снаряда. Это конечно же не говоря о навыках, которые также увеличивают эффективность нашей стрельбы. Шанс крита, скорость стрельбы, все это в принципе также прокачивается в нашем персонаже. Конечно же, также стоит упомянуть и яды, капканы, грамотное планирование боя перед схваткой. Разные типы врагов со своими уязвимостями. Поэтому да, в целом это очень даже интересно. Но вот ближний бой по сравнению с магией или тем же луком показался мне немного обделенным вниманием. И это несмотря на разные типы урона, разные типы оружия. Оно может быть двуручным, оно может быть одноручным, оно может быть дробящим, оно может быть колющим. И от этого также зависят навыки, которые будут работать с этим же оружием. Но в той же магии мы можем выбрать стихию, тип урона, тип снаряда. Как он будет работать, будет ли он отбиваться от наших противников и разбиваться на несколько снарядов. Или же вы можете выстреливать каким-нибудь потоком огня из своих рук. А возможно вы хотите призывать каких-нибудь питомцев, которые будут делать всю работу за вас. Все это можно сделать в той же магии. В ближнем бою у нас не столь широкий выбор, хотя конечно же на вкус и цвет. Лично мне показалось несправедливо, что эту игру прошла популярность и многие вспоминают скорее тот же Ryzen Alyx. Но никак не два мира. Ведь при всех плюсах и минусах игры она неплохо проходится даже и в наше время. Кстати, а вы знали, что в этой игре есть мультиплеер? И к сожалению, я вам не смогу показать какое-то кооп-прохождение, потому что у меня просто нет друзей. Но все, что вам нужно знать о мультиплеере, это то, что да, вы можете играть в него со своим другом, друзьями, подругой, девушкой. Но это все происходит отдельно от компании. То есть вы создаете отдельного персонажа, вас телепортируют в город, что-то вроде базы, с которой вы уже начинаете игру. И уже там вы выбираете миссию, которую хотите начать вместе с своим другом, товарищем или кем-то ни было. Ну и конечно же стоит отметить режим деревни в мультиплеере. Да-да, вы не ослышались, вам отдают деревню на попечение, где вы можете возводить постройки, помогать местным жителям, ну и конечно же собирать дань, которая поможет вам развиваться в мультиплеере. Также вы можете пригласить к себе в деревню своего друга, показать ему то, что вы понастроили. Ну и в целом на этом все. Вроде бы не так много, но все же приятно, что разработчики добавили такую возможность. Ну и конечно же хотелось еще раз повториться и отметить довольно большую проделанную работу над диалогами, озвучкой, потому что все это дополнительно позволяет прочувствовать персонажей и поверить в происходящее. Да, сынок. Тебе что-то нужно? Эм, как тебе нынешняя погода? Прошлое лето выдалось дождливым. Хе-хе-хе-хе. Сынок, я уж и представить не мог, что кто-то опять использует этот пароль. Подводя итоги, надеюсь хоть у кого-то из вас возникло желание поиграть в эту игру, возможно кто-то из вас о ней слышал, а возможно вы впервые ее видите. В любом случае ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравился этот ролик, и да-да, пока и до скорого. Продолжение следует...